Дорогие друзья, добрый день, здравствуйте, сегодня 8 марта, блогер из Перми, сотрудник КГБ опальный, бессонов Алексей Борисович, я поздравляю всех, особенно женщин, кто меня смотрит, огромное количество женщин смотрит, спасибо вам большое за внимание, потому что канал неразвлекательный, достаточно сложный, и так далее, тем не менее, вы вот на протяжении стольких лет слушаете, что я говорю, это, конечно, приятно, еще раз с праздничком у вас, с женским днем, тема вот какая сегодняшняя разговора, Друзья мои, ну вот я хочу сказать, чтобы вы правильно поняли, ведь многие-многие вещи, аспекты, они не лежат на поверхности, да, и поверьте мне, если бы все так было просто, и все можно было так рассказать, то и не нужна была ни разведка, ни контрразведка, то есть, ну вот, скажем, сегодня, и правильно задают вопросы финансисты, что дефицит бюджета за два месяца вот этого года, январь-февраль, составил два триллиона, ну, практически почти, почти 10%, ну, где-то 27-30 сегодня миллиард триллионов бюджет, фактически 10% от бюджета страны, но это обусловивается, конечно, военной кампанией, войной, ну, операция вот эта специальная, и вот задают вопрос, и самое удивительное, что Путин, правительство, этот бюджет погасило, то есть, закрыло, и все задают вопрос, откуда взял Владимир Путин такие деньги, ну, я вам уже говорил, что фактически где-то примерно, и это очень большая тайна, кстати, у государства, тут не так все просто, где-то примерно Путин контролирует, как я полагаю, 3-5 бюджетов страны, что называется, неконтролируемых, которые не контролирует никто, ну, по нефтеденьгам мы знаем, что официально те деньги, которые продают, там, в бюджете записано 40, продают там по 70-105 остаток, который там превышает на фонды всякие, тут фонд развития и так далее, но это одна часть официальная, а еще есть неофициальные бюджеты, ну, я вам говорил, что частично Путин забрал все деньги группировок преступных, да, ну, например, одна уралмашевская группировка в Екатеринбурге имела бюджет равный бюджету Свердловской области, то же самое, допустим, известные Подольские, там, Солнцевские группировки и так далее, то есть, они вообще бюджет страны имели, да, там, одно время бюджет страны составлял бюджет Нью-Йорка России, там, в 94-м году и так далее, ну, то есть, страна была, финансовой катастрофе, и, видимо, Путин эти деньги все забрал, контролирует как-то, помните, вот, накануне ситуации, вот, в эти были самоубийства семей топ-менеджеров Газпрома, да, и детей и так далее, я думаю, что это вот связано, прежде всего, с теми теневыми деньгами, которые вот у Газпрома имеются, и которые Путин, видимо, их, я полагаю, забирал, но, кстати, это не новая ситуация, ведь, если вы внимательно почитаете воспоминания, вот, например, Черчилль пишет интересную ситуацию, то Гражданская война начиналась, и знаете, за чего? За захвата золотого запаса Царской империи в Казани, да, там же его раздолбали, часть забрал чешский экспедиционный корпус, потом они, чехи, на эти деньги построили танковую промышленность, да, и Гитлер воевал танками легкими и средними танками чешскими, сюда, в Россию зашел, часть забрала белое движение, и часть забрали большевики, и Черчилль пишет, что вот всю войну гражданскую представители Антанты были как в стане белых, так и в стане большевиков, но дело даже не в этом, И вот еще есть один, то есть, фактически война начиналась де-факто вот из-за этого золотого запаса, который захватили в Казани, потому что смута была в стране, ведь там же во многом отчасти, давайте откровенно, Ленин, конечно, был гений, но он породил эти конфликты внутри партии, даже Левого, когда, вопреки, помните, решение съезда, он захватил правительство временно, не согласовав это со съездом, и Чернов и Мартов вывели эсеров и меньшевиков со съезда советов, а потом уже Ленин сформировал правительство с левыми эсерами, распутил учредительное собрание, А потом с января 2018 по июнь 2018 вспыхли восстания, восстания кого? Эсеров в Ярославле, восстания, так сказать, меньшевиков, потому что они возмущены были такой позиции Ленина и так далее, ну, нам, конечно, пропаганда по-другому рассказывала, но бог с ним, это политика. Такая же ситуация аналогична была в 70-е годы, вот это очень интересно, в 73-м году, помните, грянул нефтяной кризис, нефть подняла в цене с 2 долларов до 18, то есть, да, фактически в 6 раз, и в СССР появился огромный профицит бюджета, да, ну, тогда экономика была плановая, я рассказывал, она не могла освоить все эти деньги, почему? Ну, потому что планы были все сверстуты, если вы, допустим, на эти деньги купите, утревно говоря, обувь в Финляндии, то вы остановите всю обувную промышленность, да, она плохая, да, скороходы делали там ужасные, но вы остановите эту промышленность и так далее, то есть, и тогда эти деньги положили вот в английские банки на счета и так далее, то есть, они лежали, и причем, рано или поздно, говорили же, что эти деньги дадут о себе знать, какая-то из группировок попытается до них что-то добраться, и поэтому, кстати, война в Афганистане была начата как раз, как мне кажется, вот из-за этих денег, причем она была начата в конце пятилетки, в 79-м году, когда фактически ее частично финансировалось и вот из этого профицита, который был, то есть, военные понимают, что рано или поздно до этой денег доберется какая-то из группировок ЦК КПСС, да, и американцы же говорили, они маячили им, что если вы начнете реформы по нашим лекалам, то мы дадим им эти деньги, помните, когда умирали в представленных обстоятельствах управделами ЦК КПСС, который отвечал за эти деньги, да, ведь там же была первая подпись Горбачева, генерального секретаря, ну, в банках, и вторая подпись вот этого управделами, там 2-3 подписи, а если вот, допустим, он умер, дается справка из морга в банк, московского и так далее, то все, а единственный распорядитель является генсек, он уже, так сказать, неконтролированно их ими распоряжается, что Горбачев и сделал, откуда появились эти миллиардеры вдруг, это вот эти деньги, которые были легализованы, потом пришли в промышленность нашу, ну, и так далее. Так вот, и почему в 79-м начали? А потому что вот бюджеты были все свернуты, и на эту войну нужно было деньги, а из этих, вот из этого фонда, который вот в нефтяного, частично брали эти деньги, военные специально пошли на эту операцию в конце 75-летки для того, чтобы, ну, что называется, этот фонд немножко раздарбанить, чтобы у этого манка для элиты окружения, так сказать, по развалу и началу реформ не было. Ну, умный шаг, поэтому потом Горбачев и расправился с военными, помните, когда посадил Русса и убрал Соколова, всего, так сказать, тех, кто мог ему действительно противостоять. И потом, ведь, очень много, мало написано о той ситуации, в общем, ну, кто-то говорит о реформах Косыкина, что они были как безальтернативны и так далее, но все так, отчасти так, но я думаю, что там намного серьезнее была борьба, я не думаю, и Горбачев, как всегда, так бывает, когда первое лицо ставят человеком малокомпетентного, который, в общем-то, просто может, что называется, исполнять чьи-то приказы. Это, кстати, было и со Сталина, но Сталин оказался похитрее, он их всех переиграл. Но Горбачев, видимо, пошел на поводу и начал эти реформы. Помните, когда обрушил бюджеты, разрешив предприятиям, рынок обрушил, не рынок, а потребительские ситуации, решил предприятиям самим устанавливать фонд заработной платы. Естественно, что всем они повысили и за полгода все товарную массу вымели, потом закон о кооперации, потом о банковской деятельности. Эти деньги нефтяные, вот они легализовались, потом появились миллиардеры, помните, что думаете, деньги Ходорковского, какого-то мальчика из райкома КПСС, райкома ЛКСН, да, это ерунда все. Это все деньги мафия, на первой роли, ну, ЦК, вот, той партийной группировки, которая эти деньги захватила, а на первой роли миллиардеров выставляли вот молодых мальчиков, которые, а теневые это фигуры, они стояли за ними. Я думаю, что, говорят, что один из самых богатых людей в стране это Рыжков. Я рассказываю, что когда он сейчас летает на охоту, бывший премьер, то даже все самолеты останавливают, чтобы он пролетел. Ну, не знаю, правда, не правда, но говорят, что это один из самых богатых людей на сегодняшний день в стране. Ну, да ладно. Так вот, что касается, откуда брались деньги. Как для сегодня, для закрытия военной операции. Ну, говорят, отчасти деньги взяли в кредиты у китайцев и так далее. Говорят, отчасти у индийцев взяли. Да, так сказать, нефть продаем за рупи, потом рупи даем Минфину, как вариант. Но мне кажется, что вот эти вот деньги мафии, которые Путину удалось забрать, и преступных сообществ, и менеджеры «Газпрома» умирали в предстанных обстоятельствах, погибали вместе с семьями. Это как раз деньги, вот, так сказать, вот те деньги, которыми Путин и владеет по факту, и которыми он затыкает дырки для ведения этой операции. Без вопроса, кто это в ФСБ мог этим всем заниматься? Ну, тут сейчас сложная ситуация. Сейчас любая структура коммерческая имеет службу безопасности не хуже, чем в 90-е годы вообще, так сказать, ФСБ не могла провести ни одну операцию. Вы знаете, что Басаева ловила не ФСБ. Ковалев заносил деньги в службу безопасности, а ФСБ выполняла по вспомогательной функции. Только здесь, на базе любой службы безопасности, тоже в этом «Газпроме» или в «Роснефти» можно создать любую организацию киллеров. Ну, это есть, да, и раньше, допустим, у нас был, ну, я могу сказать, об этом уже пишут, ладно, управление активных мероприятий, оно на базе было ПГУ, первого управления разведки. Когда нам давали структуру, нам говорили, что вы по этому управлению вопросов не задавайте. Вот там как раз и были сосредоточены, в том числе и диверсанты, вымпел на базе ПГУ, то есть там были сосредоточены и отделы яда, там киллеры. Вот недавно умирающий киллер ЦРУ проговорился, что это он убил Монро, он выполнял. Ну, подобные, я думаю, что уверен, что, ну, скажем так, они есть и в наших спецслужбах, да, то есть это, так сказать, не тайна полной шинели. Все спецслужбы этим занимаются, эти киллеры состоят в штатных, ну, у нас, единственное, управление активных мероприятий, там они в КГБ были. Ну, диверсанты, понятно, да, вы знаете, что в всех странах мира есть схроны, да, диверсанты, группа диверсантов, скажем, из 2-3 группы по 5 человек практически могут парализовать всю страну, экономику всей страны, да, взорвав там амекопроводы, газопроводы, организовав аварии на трассах. И в случае войны они выбрасываются, все это взрывают, и, видимо, вымпел и занимался раньше, пока его не отдали. Сейчас уже, может быть, там все тоже развалено, но задача вымпела, вот, в ПГУшную, она как раз была в случае войны парализовать все. Ну, и там, в рамках вымпела тоже есть подразделения, которые занимаются, в том числе, ликвидацией политических деятелей, лидеров, лидеров в армии на случай войны. Ну, если и на случай войны, я думаю, что оно и так выполняет функции, так сказать, ну, скажем так, по заданию и такие какие-то. Ну, поэтому, вот, я думаю, что вот эти деньги, это вот, кстати, очень важный вопрос, которыми закрывают сейчас дефицит бюджета, это деньги, вот, и мафия, деньги, и деньги из того бюджета. А сейчас, говорю, Путин владеет де-факто тремя-пятью бюджетами, не бесконтрольными, как я полагаю. То есть, вот, ему надо отдать должное, он, ну, я не думаю, что, я не думаю, что это сам Путин, ведь, понимаете, я думаю, что идет борьба за власть. И сам Путин, конечно, это Патрушев, Патрушев, Бортников, кто-то из руководства ФСБ, но понимая прекрасно, что контролируя вот эти негласные денежные потоки руководства, в том числе и ФСБ, оно заточит огромную власть. И, может быть, Путин начал кампанию эту для того, чтобы немножко урезать эти вот теневые деньги, чтобы контроль ФСБ, того же Патрушева, того же Бортникова над этими денежными потоками была не так всемогущна. Это тоже вариант борьбы за власть, потому что, говорят, что Патрушев планирует своего сына поставить. То есть, да, действительно, главный держатель рычагов и, так сказать, что называется, кукловод, это вот директор спецслужб, он все это делает, и вот эти теневые деньги он пускает сейчас на спецоперацию. Может быть, Путин и начал эту операцию, еще раз говорю, для того, чтобы немножко этот фонд, что называется, уменьшить. Ну, поэтому и мой-то конфликт был. Почему? Потому что я вышел за какие-то определенные рамки. Я не должен был говорить, что руководство ФСБ при помощи бандитов-чеченцев решало хозяйственные вопросы. Ну, там же, просто еще, говорят, там был ребенок. Я не смог вот, я был молод еще, да, я не смог через это перешагнуть, потому что мне начальство мое говорило, вы что, Бессонов, начитали Достоевского, что ли? Вы сотрудники спецслужб, вы обязаны молчать. Ну, когда ты будешь молчать, когда тебя ранили, пуля, ребенок, его чуть не убили. Ну, собственно, ну, когда я пришел там, я рассказывал, доложил мне открытым текстом, что ты все правильно понял, ну, туда не лезь, потому что там политика, и они мне сказали. Ну, потому что начиналась война в Чечне, ну, мы же не знали, что она будет вестись вот таким способом. Потому что, ну, в ФСБ же огромное количество сотрудников, которые, в общем-то, никакого отношения к всем этим штучкам, операциям ФСБ не имеют. Там огромное количество исследовательских институтов, архивов, огромное количество, так сказать, и 90% сотрудников, в том числе оперативного состава, они никаких тайн, в общем-то, и не знают. Вот, кстати, в этом плане, когда в 90-е годы побежали все сотрудники продавать секреты КГБ, без денежья было, была инструкция КГБ, что не сдавать. Они сами, ЦРУшники, сдавали инициативников ФСБ, потому что, ну, какие секреты может знать даже начальник управления ФСБ вот здесь перемен? Да ничего он не может знать, поверьте мне. Ну, какие-то, в общем, такие второстепенные, которые знают, а там на уровне правительства у них сидела агентура, поэтому такой им сотрудник совершенно был ненужен. Они их сдавали, я помню, в Кемерово, по-моему, начальник управления был пойман один на контактах несанкционеров с иностранцами, ну, в отставке, конечно, он пытался прятать секреты, его ФСБ фотографировало, потом фотографии подложило ему домой в ящик, ну, чтобы он перестал этим заниматься, значит, посадят. Ну, тоже по-человечески понятно было, что без денежья все было кругом. Ну, я к чему это хочу сказать, что вот эта тайна немножко вскрывается, есть какие-то, то есть, вот эта загадка денег, она сейчас всплывает, я думаю, что отчасти это и борьба за власть в окружении Патрушева, который пытается, вот, как я полагаю, поставить Диму Бортникова, Диму Патрушева, он учился у нас в Академии ФСБ, ну, понятно, что это мажор, и он сам по себе ничего не представляет, ну, он не глупый парень, говорят, но я с ним не учился, он позже меня учился, ну, понятно, что он мажор, понятно, что он идет, если он станет президентом, он будет выполнять волю отца, вот, волю клана, который его приведет, он сам по себе ничего, ну, а я вот был такой, я не смог перешагнуть через эту девочку, ну, что, конечно, в спецслужбах, конечно, является катастрофой, потому что они полагали, что я буду молчать, ну, а я почему-то, ну, меня же не предупредили, что они собираются вот это все устроить, меня ранили, там, девочка, которая, я не мог это все пережить, значит, надо сказать, душа возмущалась, кипела, эти глазки, ну, как вот, когда ты знаешь, что ты причастен к убийству ребенка, ну, как с этим жить, как вот через это перешагивать, а это надо делать, к сожалению, в этих спецслужбах, ну, я вот не могу, поэтому я оказался в сумасшедшем доме, ну, и руководство постоянно ФСБ крутило пальцем, ну, как мое миска, ну, за мной сюда присматривало, куда я пойду, побегу, что я буду делать, и сейчас всякие провокации устраивал, я рассказывал, ну, это моя война с ними, так сказать, и так далее, ну, вот такая судьба, вот такая ситуация, спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.